Всем привет, дорогие подписчики, с вами Академия Сайтов и меня зовут Николай. Сегодня мы начинаем новую тему, тему отступов, то есть имеются внутренние отступы и внешние отступы. Об этом чуть-чуть позже. Итак, меня зовут Николай, я уже несколько лет занимаюсь веб-разработкой, так что если вдруг у вас либо у ваших знакомых имеется проблема в создании сайтов, ну, к примеру, вы взяли заказ у клиента и не знаете, как его сделать, вы можете ко мне обратиться и за определенную сумму я вам помогу сделать данный сайт, ну, либо разобраться в том, что конкретно у вас не получается. Это первое. Второе. Также не забываем подписываться на канал YouTube, ссылка будет под данным видео, также не забываем вступать в группу ВК. Ну и кто хочет смотреть на Рутубе, а не на Ютубе, к примеру, переходим под данным видео и нажимаем кнопочку Рутуб. Здесь я также выкладываю все видео. Мое главное правило, каждый день я буду снимать по одному уроку. Как бы я вот взял за основу, теперь каждый день, как говорится, буду публиковать уроки. Надеюсь, вам это будет интересно. А мы переходим к верстке. Открываем наш редактор. Так, давайте мы вот это вот закомментируем. Получится у нас нет, не получается. Тогда сделаем вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Пока что нам это не нужно. Так, здесь тоже все задокументировано. Запускаем наш лайп сервер. Открывайте страничка. Она сейчас чисто пустая. Так, и у нас цвет серый. Ну и точнее, боже желтый. Давайте мы его тоже закомментируем пока что. Все, цвет стал белым. Теперь, как мы будем изучать данную тематику? Давайте подумаем. Так, самое простое это создать небольшие блоки. Давайте мы здесь дадим сразу ксс блоки, такие как бокс. И сдадим. Хотя нет, пока ничего не будем задавать. В самом низу нам необходимо создать дивы с классом бокс. Див. Ошибочка. Вот так вот бокс. И нажимаем там. Создадим для начала 3, 4, 5, 6. 6 коробочек. Давайте посмотрим, как это будет. Нет, 6 наверное многовато. Я думаю, коробки 3 достаточно будет. Сейчас, если мы откроем... Сейчас, если мы откроем данную страничку, вот обновляем, у нас ничего не получается, не происходит. Но если мы откроем код и наведем на данный элемент, открываем body, то находим вот эти 3 блока. У них 0 размер, то есть 0, высота 0, ширина, поэтому мы их не видим. И в них ничего нет. У вас есть несколько вариантов. Первый вариант. Просто данному диву задать ширину и высоту. Давайте для класса див мы зададим wish 200 пикселей, h, то есть высота, также 200 пикселей, чтобы были квадраты. Квадраты появились, но мы их не видим. Теперь давайте сделаем небольшую обводку, то есть border. Или как на русском, бордюр. Указываем border. И здесь необходимо указать несколько условий. Первое. Сколько пикселей будет? То есть какая толщина? Один пиксель. Потом указываем solid, то есть сплошной. И указываем цвет. Пример вот красный. Нет красного, нет. Давайте сделаем какой-нибудь серый. Вот так вот, раз. Так, ага, все, сохраняем. Сейчас мы имеем вот такие три блока. Теперь давайте эти блоки немножко друг от друга отделим. Так, здесь необходимо задать... Так, наверное, мы сделаем margin. Сейчас я вам объясню. И сделаем 10 пикселей. Так, раз. Все, отступы появились. Но мне так не нравится, давайте мы это все сделаем горизонтально. Поэтому для дива нужно задать следующее. Для начала мы давайте все это поместим в единый див. Box is... Вот так вот. Внизу box. Вот, а три box. Теперь что мы имеем? Для этого мы можем использовать... Пока что не запоминайте. Так, display flex. И сделаем по центру. Отлично. И дополнительно сделаем... Сейчас вспомню. Вот, секунду. Да, вот flex between, around, everything. Давайте вот так вот. Around оставим. Пока что это не запоминайте. Вам это не надо. Нам нужно конкретно понять, как работают отступы. Так. Так, так, так. Дополнительно сделаем две линии. Сейчас просто повторяем то же самое, что мы сделали в браузере. Space Aveline Да, так вот. сохранить. То есть сейчас все осталось как есть. Теперь нам нужно сделать две линии. Давайте мы просто используем HR и тут HR. Мне надо сейчас... Так, стоп. Извиняюсь. Мы же для бокса создали специальные эти... специальные свойства. Пока что вот так сделаем. Вот. Имеется два... Две линии. Конкретно от этих линий мы и будем отталкиваться. А теперь уже переходим к уроку. То есть то, что я вам показал, это ваше будущее. Ну и сейчас вам нужно изучить конкретно отступы. Сверху, справа, снизу, слева. Для начала мы давайте увеличим border. сделаем его к примеру 5 пикселей. Вот такие блоки стали. Теперь нам нужно внутрь что-то положить. Давайте в каждый бокс мы дополнительно вложим к примеру div... нет. span с текстом блок 1 сохранить. У нас появился текст. Теперь данный текст мы... Как лучше сделать-то? Давайте просто увеличим. блок для элемента 1 отлично. 2 3 Так, теперь просто сделаем это все по центру. То есть все, элемент по центру сверху. Почему я оставил его сверху, а не по центру, вот здесь, а это для того, чтобы вам конкретно показать, чем отличается внутренний и внешний отступ. К примеру, внутренний отступ нам нужно от блока именно изнутри вот именно изнутри сделать небольшой отступ, чтобы текст ушел немножко ниже. Поэтому для бокса мы мы сделаем паддинг топ, то есть отступ сверху 20 пикселей. Все, появился отступ сверху. Давайте мы сделаем не так. Это назад вернуть и мы создадим дополнительный класс box1 сейчас поймете на чего я это делаю. 3 Так, теперь вот здесь мы прописываем дополнительный класс box1 box2 и box3 хорошо. Теперь здесь сделаем паддинг топ к примеру 20 пикселей как я говорил. Здесь делаем паддинг топ 50 пикселей а тут паддинг топ 70. Мы получили вот такой элемент. но смотрите это интересно наши блоки начали увеличиваться. Вопрос почему? А все дело в том то что мы сделали вот этот отступ видите зеленый сверху данного элемента и сам блок который был рассчитан на 210 на 210 в данном случае он начал растягиваться. Как делать так чтобы он не растягивался пока что вам это не нужно знать это вы узнаете в будущих уроках. Но я вам просто хотел показать чем отличается внутренний отступ видите зеленый от внешнего если мы к примеру используем паддинг топ 20 извиняюсь маргин топ 20 пикселей то видите элемент начал отодвигаться конкретно от верхней части. то есть паддинг это внутри маргин это снаружи вот теперь то же самое сделаем и здесь маргин топ 50 и маргин топ 70 что мы получили в этом случае тут у нас отступ внутри снаружи внутри снаружи внутри снаружи то есть благодаря вот этому мы уже научились конкретно делать отступы для элементов на страничке сейчас сразу загорелись глаза да только с помощью этого распределять элементы по странице это можно но это будет некрасиво то есть вам нужно всегда использовать дополнительные свойства такие как display flex display grid так что там еще есть в основном на flex делают сайты то есть смотрите если мы уберем flex так вот этот вот этот элемент мы полностью убираем комментируем у нас получился вот такой элемент и вот эти все отступы которые мы делали они находятся вот тут один сверху здесь давайте не так сделаем то есть первый элемент тут потом появился видите отступ от верхней части тут то есть тут отступ и свой есть стандартный а тут мы еще добавляем отступ и у нас получился вот такой дополнительный отступ то есть если мы к примеру для второго блока сделаем отступ слева сделаем padding left 20 пикселей так одну секундочку бокс два извиняюсь маргин это же внешний отступ вот так маргин left 20 пикселей и получили то что первый элемент отъехал от левой стороны на 20 пикселей ну и то же самое если мы здесь делаем маргин left там 50 и 70 то эффект будет такой же вот и не отступы но что делать если ваш код состоит из огромного количества строк и вот так так строчки вам не интересно публиковать дублировать представляете насколько сильно увеличится ваш код то есть было бы тысячу а если вы будете так дублировать будет 3000 строчек сразу скажу что сервера на которых сайты находятся они некоторые медленные некоторые быстрые но вы будете использовать обычные стандартные пока не буду говорить какие лучше какие хуже пока вы не дошли просто хочу сказать то что здесь у нас только один ксс файл но на больших проектах таких файлов довольно таки много то есть в единой папке создаются к примеру 5-10 ксс файлов в каждом ксс файле там по 5-10 тысяч строк то есть если в одном файле будет порядка даже больше 10 тысяч сайт начнет писать говорю как есть это уже пройденный элемент пройденный этап так что просто верьте вам нужно чтобы в одном ксс файле было не более 5 тысяч строк ну да ладно я что-то ушел от темы как сделать чтобы их было меньше смотрите у нас имеется маргин топ и маргин лифт то есть по факту корень у них маркин поэтому мы можем просто сделать следующее вот это мы комментируем это мы комментируем и тут ниже пишем просто маргин вот просто маргин без всяких элементов и теперь самое интересное давайте делаем 10 пикселей 10 пикселей 10 пикселей и 10 пикселей что мы имеем с этого внимание бокс 1 так одну секунду что-то у меня ну-ка слишком мало давайте сделаем 50 чтобы было лучше видно для бокс 1 то есть сейчас мы сделали по 50 пикселей с каждого блока здесь 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 и здесь буквально одной строчкой строчкой как это вычислить смотрите если вы присмотритесь вот к этой к этим строчкам к этой строке да у нас получается первое второе третье четвертое элемент следующий так сначала идет вверх вверх вправо вниз лево то есть запомнили сначала наверх потом вправо вниз лево вот он ромб просто ромб представляете и вы сразу поймете запомните как конкретно здесь необходимо верстать и ставить свои параметры свойства к примеру если мы используем 50 там 70 90 80 и 100 то есть у нас получается сверху 50 70 80 100 вот он ромб просто запоминайте то что отчет идет по ромбу но бывают случаи когда к примеру число одинаковое то есть 50 50 и 80 80 чтобы не дублировать эту строчку да можно использовать следующее вверх право вниз лево так не лучший вариант давайте вот так сделаем вот так то есть вверх право вниз лево если если мы оставим 50 так и вот так внимание ничего не изменилось другим словами если мы если мы оставляем два свойства 50 и 80 50 цепляет сразу вверх вниз 80 цепляет лево право сейчас просто вздумайтесь в это запомнили на практике вы это повторите то есть это аналог того если бы вы написали марган left марган right марган bottom и марган коп буквально одной строкой вы можете все это объединить так left right 10 это сделаем 20 то есть если мы здесь укажем 10 а здесь 20 вы одной строчкой все это вы сэкономили время место как говорится отлично все вернулся все как положено я надеюсь вы поняли как конкретно работать с помощью пазинга и маргана с помощью этих элементов поэтому вот ваше домашнее задание так знаете домашнее задание я не придумал но давайте прямо сейчас при вас это сделаем чтобы вам такое сделать для того чтобы знайте знайте я придумал одну идею интересную и вам будет интересно и этого материала не было в этом уроке поэтому просто открываем поисковик Google Яндекс ошибочка но да искать в гугле гугла весело ладно так нам нужно вести следующее в ксс фигуры жемка откроется и вот тут вам необходимо разобраться каким образом с помощью ксс можно построить круг овал треугольник обратный треугольник многовато для вас фигур наверное сложновато будет потому что вы еще вот это не изучали хотя высота ширина border top border мы уже изучили это ширина solid это у нас получается как я ранее говорил сплошной цвет а это номер цвета transparent означает прозрачный так позиция абсолют мы еще пока не изучили этом пока не изучили так вот ваше задание до 11 до 11 фигуры изучить весь код который здесь указан то есть дальше пока не изучайте вы этого не знаете пример вот прям при вас быстренько сделаем круг то есть открываем редактор вот это все мы удаляем это нам больше не нужно уже не актуально как говорится это также убираем уже больше не актуально то есть мы здесь просто сделаем небольшой круг пример зададим так ну как здесь дадим пусть будет не буду заморачивать и здесь нам надо просто создать дождь мы уже все создали то есть здесь все создали нам больше ничего указывать не нужно заходим к сс указываем класс д1 и указываем сначала ширина 100 пикселей и высота 100 пикселей что мы сейчас получили пока ничего потому что нам нужно его покрасить поэтому задаем бордер 1 пиксель солид сплошной и красный цвет нет давайте мы сделаем 5 пикселей и сделаем какой-нибудь серый красный слишком сохранить вот отлично вот такая фигура как из этого делать круг смотрите присмотреть они используют используют всего одно свойство бордер радиус то есть смотрите бордер что это означает еще раз это слово забыл это получается толщина которая обтекает объект но если мы используем бордер радиус то есть радиус это скругление своего рода ну радиус это круг как говорится вспоминаем геометрию и укажем к примеру 10 сначала пикселей давайте пикселей у нас появились вот такие вот округления если мы укажем 100 пикселей получится вот такой круг не всегда удобно работать с пикселями к примеру если мы укажем 70 круг останется если укажем 7000 круг останется поэтому здесь обычно работают с помощью процентов к примеру 10% получили вот такое скругление если используем 40% вот такую фигуру не совсем понятную согласны если 50% это уже полноценный круг 50 не 500 ну как видите больше 50% здесь тоже не считают поэтому изучаем данную данные фигуры до 11 элемента да здесь еще сложного в принципе быстренько разберетесь и вам нужно на страничке разместить все элементы все данные фигуры и вот вам небольшая подсказка как это сделать то есть если мы оставим так продублируем у нас будет друг за другом снизу если мы хотим повторюсь если мы хотим разместить данные как бы данные фигуры горизонтально да горизонтально то нам необходимо все эти фигуры взять в единый гиф задать задать класс какой-нибудь к примеру и год поместить туда все эти фигуры и для класса фигур нам необходимо задать дисплей флекс пока что это будущее пока вы это еще не изучали но просто возьмите за основу вот данную строчку также у вас должен быть justify content space смотрите space between это распределяется по всей ширине мы немножко забегаем как мы это еще не изучали но все же если мы используем space around он делает отступы по бокам space evelyn делает те же самые отступы но больше то есть более компактно поэтому используйте space evelyn и дополнительно используйте еще так item center чтобы элементы были по центру хотя в этом случае вам не пригодится но все же всегда это используйте и дополнительно еще используем одно свойство flex wrap wrap что это означает пример если элементов будет довольно много сейчас я открою вам консоль если элементов будет довольно много он здесь занимает 110 на 110 да давайте получим пример покажу так увеличиваем ничего увеличиваем видите наши фигуры начали переходить на следующую строку как говорится благодаря конкретно данному свойству flex wrap wrap то есть перенос они начали переходить ну и давайте конкретно для d1 мы зададим небольшой отступ просто маргин сделаем 10 пикселей раз опа появился отступ и фигуры начали переходить ниже сделаем 100 пикселей у нас получили вот такую фигуру такую структуру просто запоминаем еще раз display flex justify content space evident alic item center flex wrap wrap он конкретно задается для родителя в котором находятся дети вот просто вот это поймите ну и у вас должна получиться примерно вот такая фигура только здесь круг прям прямоугольник и дополнительные фигуры все что указаны вот на этом сайте ссылка будет в описании вот как видите с помощью касс даже вот такой рисует и это не очень трудно кажется на первый взгляд ну что ж на этом все будем заканчивать поэтому ставьте лайк комментарий подписывайтесь на канал пишите все комментарии я на все отвечу как видите я канал запустил где-то неделю назад но у меня уже появились два комментария и это это довольно интересно потому что я честно ожидал что мой канал будет развиваться развиваться как минимум месяц наверное до первых комментариев но судя по тому что появились комментарии мой контент я думаю вам заходит как-то так ну и все давайте будем заканчивать не забываем подписываться на канал ставьте лайки комментарии подписываемся на рутоп вступаем в группу вк ну если хотите конечно же добавляйтесь в инстаграме то есть личная страничка инстаграма либо пишите если у вас возникли вопросы с кодом вот моя личная страничка 1 и 2 иногда у меня бывает такое что либо первая либо вторая чуть-чуть блокирует но это так по секрету ну и все пока-пока увидимся в следующем видео дальше будет только интереснее и самое главное запомните в программировании нет ничего страшного не верьте скажем так другим преподавателям что вот это легко а вот это сложно здесь все легко просто нужно правильно принять инструкцию как это правильно делать вот и все и самое главное начинайте прямо сейчас не забивайте так что я вас верю все всем пока у вас все получится а